где люди а вдруг никто не придет ты что я их напугал они все придут так мне надо пару кнопочек нажать всем привет сейчас юля подключится алина рада тебя видеть юля привет мы еще немножко подождем да или уже все начнем когда в принципе смотри 5000 человек можно начинать кто не успел кто не в курсе быстренько введем в курс дела что тут происходит сегодня у нас эфир с моей любимой юлей это мой психолог и супер крутой специалист так что еще вчера значит была формочка в которую записывали вопросы подписчики которые их прям волнует на тему финансов заработков и так далее самые часто повторяющиеся я выписала тут прям готова готова смотрите я думаю что сразу начнем да 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 всем всем добрый добрый вечер рада совсем знакомиться познакомиться классно алина спасибо тебе большое мне кажется много пользы мы можем сегодня потому что я о том чтобы действительно писать установки на глубинных уровнях о том чтобы действительно ваша жизнь поменялась и я сама своей жизни себя очень мощно прокачала и только я жила пять лет назад это как я сейчас себя чувствую живут и две разные вещи и я думаю что вы сегодня откроете для себя много нового о ваших собственных возможностях о том как управлять своими состояниями как переписывать нейронные связи и создавать свою жизнь в радости в легкости в комфорте в материальном изобилии в любви в духовном изобилии наш мозг это супер запрограммированная машина и если вы знаете как это перепрограммировать вы можете добиться потрясающих результатов вашей жизни и фраза все возможно станет для вас не пустой на самом деле очень даже основательный вот и я рада рада с вами познакомиться со всеми алина просто хотела хоть как-то нет нет это обязательно знаешь я такой человек который у меня надо все бегом бегом вот у меня пришла быстро-быстро пришла юля такая размеренная все так правильно плавненько алина такая знаешь просто электровеник вообще огонь так я просто знаешь волнусь час за час нужно просто тут простыню тут люди так беспокоились и переживали что вдруг их вопрос там не попал вдруг мы не успеем там или еще что-то так что вот а ты круто все так сказала аппетитно и вкусно что я уже хочу начинать слушать первые первый вопрос самый главный на на самый важный хочу больше денег что делать какие первые шаги нужно сделать с чего начать это прям 99 процентов задали этот вопрос я могу на самом деле сдать небольшую технику как ты думаешь для того чтобы помочь людям определиться на самом деле это реально топовый вопрос и я вам рекомендую но самое простое на самом деле это выписать вот сесть и представить какую сумму вы хотите и подумать какие есть вообще у вас желание как это можно заработать на самом деле вариантов множество но мы очень часто сфокусированы на линейном варианте типа наша работа премия да там еще что-то то есть у нас фокусе находится всего несколько вариантов вы прям сядьте и подумайте а вот реально откуда вы могли прийти ко мне деньги вот вообще гипотетически и что мне нравится делать вы пишете все эти варианты и после этого оцениваете насколько вам они нравятся от 1 до 10 а потом оцениваете то сколько вы могли бы заработать с этого варианта и после этого вы определяете эффективность для себя на самом деле вариантов прихода в денег вашу жизнь просто множество ну их сотни вопрос насколько ваш ум готов рассмотреть возможности которые к вам могут прийти все дело в том что когда мы а мы всегда находимся в фокусе наших привычных установок модели поведения мы рассматриваем одну две максимум три кли и кстати когда вы решаете какие-то конфликтные сложные задачи в вашей жизни вы также думаете ну либо здесь делать вот это либо вот это либо вот это но реальный вариант который вас выйдет на в левел просто новый на новый уровень дохода качество отношений находится за этими тремя вариантами потому что если бы он находился в этих трех вариантах вы бы уже давно достигли того чего вы хотели но наверняка вы все знаете фразу инштейна что если вы хотите получить другой результат начните делать то что вы никогда не делали и здесь безусловно есть специальные практики на расширение возможности до видения вот этих вариантов но самое простое вот прям что можете сделать любой из вас прямо сейчас это сесть и посидеть больше десяти минут с этим вопросом если вы решаете какую-то конфликтную ситуацию например задавать себе вопрос а как бы я могла наилучшим образом ее решить а какой еще может быть вариант решения и прям знаете задавать задавать себе вопрос сначала мозг будет саботировать игры слушать да нет вот либо так либо так вот черные белые у нас еще чаще всего вот а вы продолжаете задавать вопрос как бы я а если бы я знала вот крутой вопрос кстати запишите его прямо в такой формулировке а если бы я знала как решить этот эту ситуацию но и лучшим образом чтобы я тогда сделала это секретный вопрос не а это и про деньги и про любые ситуации вы таким образом свой мозг через вопрос как начинаете направлять в туннель где вы знаете как решить вопрос потому что у вас внутри есть часть которая теряется в зоне конфликта или в зоне нехватки денег а есть часть которая все-таки знает что делать и у она у вас есть просто на менее сильная чем та которая сейчас паникует или переживает да вот и зоне денег если это же это же это же применить да то вы задаете все вопрос а если бы я знала какой способ заработка денег даст не максимальный результат что это был бы за способ это если самая минимальная практика то что вы можете начать делать уже сейчас управляя своим умом вот такой расширенный алина ответ надеюсь как это интересно здорово оборот чем как бы обширнее ответ тем круче потому что люди пришли впитывать информацию они прям готовы уже так что все круто второй вопрос вам да давай супер давай дальше так смотри второй вопрос что нужно сделать чтобы деньги пришли уже в этом месяце вот прям вот конкретно хочу денег а вообще а вам смотрите деньги очень тесно связанная энергия но на самом деле не только деньги я бы сказала что энергия это универсальная валюта то есть но деньги и движение напрямую напрямую связаны с тем сколько их у вас и вот у многих из вас такая ситуация что вас вообще не хватает энергии то есть у вас апатия вам ничего не хочется делать это связано с тем что есть что то что ее сильно оттягивает а что может оттягивать энергию какие-то проблемы в семье да какие-то страхи которые вы испытываете какие-то негативные состояния злость обиды переживания какие-то блокирующие убеждения о восприятии себя например что вы не сможете что вы некрасивая или какая-то не такая и у других там лучше на зависть на злость да вот на эти все состояния оттягивается огромное количество энергии и первое конечно что было бы круто сделать это убрать от токи эти энергии но я понимаю что это не так просто по опыту это занимает время это действительно практика терапия где мы убираем вот эти вот деструктивные состояния но у вас есть инструмент который с вами всегда и этот прямой способ подъема энергии если мы не берем метод которым я работаю это проработка на трех уровнях энергия разум и тело то есть когда мы работаем с блокировкой или с какой-то задачей чтобы что-то создать на трех уровнях мы получаем максимально быстрые результаты и случае с разумом случае с энергопрактиками это не всем подходит да там ну разум еще надо просто знать техники энергия не все к этому готовы не все к этому подходят а вот тело понятно всем тело супер крутой инструмент по подъему энергии что вам нужно делать вот смотрите представьте что энергия то есть никого же не вызывает слово энергия эзотерических такой контекст в случае если вы вечером приходите домой вы реально устали если у вас нет энергии во мне охота не мыть посуду не делать ничего да даже там в отношении в близость с мужем было не хотите уже вам просто хочется лечь спать и просто отдыхать да 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 в этот момент понятно что энергия не становится эзотерическим никаким компонентом да она становится абсолютно понятным состоянием и у нр энергия для того чтобы деньги к вам пришли в этом месяце как можно быстрее вы должны энергию направить на деньги и на свою уверенность что вы можете их заработать как же это сделать через тело сушь я могу дать прямо сейчас крутую практику хоть хочешь сделаем я думаю что всем интересно очень классная на самом деле мощная быстрая практика и для уверенности в себе можно использовать и ну и вообще в жизни да легко смотрите у нас на ногах находится очень много нервных окончаний вы наверное об этом знаете так же как и на руках и если мы ну активизация нервных окончаний если вы сейчас потрете руки на самом деле пойдет такой разогрев всего тела но мощнее всего если мы сделаем ногами ну в удобное для вас время будете делать кто-то может тоже сейчас да вы начинаете интенсивно топтать ногами нервные окончания начинают активизироваться что дает очень мощные импульсы токи по не по всем нервам вашего тела то есть что такое нервы это токи да то есть у нас токи идут по как по проводам внутри да то есть если провести такую аналогию и в тот момент когда вы стучите ногами вы начинаете закладывать то состояние которое вам нужно давайте попробуем прямо сейчас я вместе с вами потопочу то кто заходит ничего да сразу результат можно босиком можно в обуви лучше босиком вот значит сейчас буквально уделим этому минуту и заложим знаете такое кайфовое классное веселое состояние чтобы нам тоже с алина было здесь классно кайфово вам было кайфово и мы и мы знания получали с пользой да и с удовольствием вот и так активизируем прям начинаем активно топтать ногами вы прям быстро почувствуете как начинают нагреваться ноги можно стоя можно сидя лучше стоя но мы сидя сейчас очень сверну точно и несколько секунд давайте сейчас просто дадим времени энергии подняться и начинаем говорить я классная или я классный у меня все легко получается любая моя цель может реализоваться я создано создан для успеха мне классный я кайфу от жизни мне легко я получаю удовольствие от каждого мгновения моей жизни мне супер круто я классная у меня все получается я могу я могу реализовать любую задачу я знаю верное решение я знаю что мне делать в любой ситуации я легко нахожу верное решение вот теперь почувствуйте как вы себя чувствуете ну я взбодрилась это точно пока стучи знаешь энергия пошла и все вот приятные слова когда ты себе говоришь они же заряжают реально это офигенно настроение сразу улучшается это однозначно смотрите что мы сделали мы энергию направили в определенные смыслы в определенные состояния то есть на подъеме энергии мы зашли в зону где уверенно кому стало жарко тепло кому полегчало стало кайфово ну как то состояние стало лучше а смотрите что вы можете делать не обязательно топтать ногами например вы занимаетесь спортом на беговой дорожке или вы бегаете в лесу в парке в момент когда вы активно двигаетесь поднимается энергия ваше физическое тело крутой инструмент который позволяет вам на подъеме энергии закладывать нужную информацию которая вас будет работать то есть когда вы на пробежке сначала разогрейтесь а позвольте чтобы ну кровь пошла это же естественный процесс кровь начинает циркулирует по всему телу быстрее все органы начинают лучше снабжаться кислородом и в этот момент вы начинаете бежите прям про себя говорите кто захочет может на диктофон записать например кому так больше нравится кто-то может даже под музыку записать себе на диктофон фразы которые именно вам нужны например вы постоянно думаете что вы ошибку боитесь совершить ошибку значит вам нужно себе обязательно сказать что я знаю как найти правильное решение я знаю что делать если у вас тебя юль перебью до читают скептиков тут самые умные собрались некоторые по поводу конечно пришла с работы и буду топать ногами нет пришла с работы и легла на диван лежи ничего не делает то есть люди вообще некоторые не готовы ничего попытаться изменить то есть а когда где тогда результат что тогда они хотят волшебную таблетку проглотила все все сейчас денежка пришла быстренько принесли мне или как ну то есть я вообще не понимаю ой пишут зависла просто я тебя вижу все хорошо сейчас вот сейчас ты это я видишь на таком энергетическом подвисла милая хочу искать что ну представляешь ну вот девочка сегодня работал например и устал да и мы тут такие вот сейчас все круто у нее просто не ложится это состояние но ничего пусть она попробует тот день когда и откликнется да ну может она вспомнит эту супер практику да и попробует может не будет пробежка в зале она вспомнит что можно заложить на нее свое новое состояние и так что ну дадим им право да думать так как они чувствуют ведь выбор в наших руках да я попробовал ты попробовала мы получили результат еще сотни людей попробую да и потом ну как кому нужно тот возьмет в общем достаточно однозначно сто процентов вот и очень важный момент да то что это не не одноразовая история вы подъем энергии помогает не только тем что вы закладываете на нее информацию ну и вообще вы более будете заряжены целый день если вы утро например будете начинать какой-то интенсивной физической нагрузки вы больше заряжать вас больше энергии в дне и если ваш если ваш фокус внимания направлен на тему денег да и вы думаете о способах вы ищете возможности вы открываетесь возможностям то энергия через ваше внимание начинает течь туда то есть вам нужно совершать конкретные действия я не говорю о том что вам только потоптать ногами сесть медитацию там аффирмацию произнести это не рабочий инструмент работает когда в комплексе когда вы и на уровне тела себя прокачивать и на уровне разума на уровне энергии и я вам очень рекомендую если вы собираете себя реально ну качать вам обязательно нужно совершать действие то есть прям подумайте какие действия вы можете совершать для того что вам нужно сделать того что для того чтобы прийти к результату ведь сотни из вас просто откладывают постоянно важные для вас дела и изо дня в день просто остаетесь на том же месте вот и все следующий вопрос хороший вопрос не хочу работать как делать так чтобы меня обеспечивал муж это классный вопрос ну во первых здесь нужно очень ну если о глубине мы говорим да то нужно очень хорошо поработать с моделями из детства то есть если вы не видели примера у отца и мамы где папа дарил подарки где он обеспечивал где он полностью ну маму как сказать защищал от каких-либо деструктивных негативных состояний да то есть вы видели где может быть маме было тяжело может быть 50 на 50 может вообще она зарабатывала да я же не знаю какой именно контекст у вас но суть в чем что вот эти модели которые вы видели в детстве они целиком повторяют то что вы видите сейчас если вы сейчас обратите внимание например на свой взгляд на мужчин к примеру да у вас были какие-то мужчины или у вас есть какой-то сейчас мужчина допустим вам кажется что он слабоват или допустим он кажется что он инфантилен а может быть вам кажется что он вам может изменить может быть вам кажется что вы с ними чувствуете безопасности вот почувствуйте какой у вас какая у вас самая частая повторяющаяся боль в отношениях с вашим мужчиной? Вот любую. Ну, может быть, он вас не слышит, может быть, он вас не понимает. Просто вспомните то, что волнует именно вас. А теперь отмотайте назад. Где вы испытывали такое чувство? Испытывала ли ваша мама с вашим отцом это чувство? Вот напишите теперь ваш комментарий. Совпадает или нет? То есть если вы считаете сейчас мужчину слабым, и каждый мужчина вам кажется недостаточно сильным, посмотрите, а не считала ли ваша мама вашего отца слабым? Если вам кажется, что вас не понимает ваш мужчина, и вообще в семье ссоры и непонимания, вспомните пример ваших родителей. Было ли у них непонимание? Были ли у них ссоры? И видели ли вы их? Понимаете, наш мозг, когда мы рождаемся, у нас чистый лист внутри. То есть мы ничего не знаем об этом мире. И если вообще вы знаете, что дети до трёх месяцев даже не различают лиц родителей, они только после трёх месяцев. Алина, слышала об этом? Конечно, конечно, это я знаю. И вот представьте, что они всё видят как единый поток, то есть единое пространство, даже цветов не видят, понимаете? И как вы думаете, сначала они начинают различать лица, потом слегка, черты лица, потом цвета определённые. Они начинают набирать опыт. Дети с огромной скоростью его набирают. И если у кого детки есть, вы помните этот период, когда они начинают говорить, сначала они всё трогают, исследуют мир через трогать, а потом они начинают задавать огромное количество вопросов. И вот родители этот период по-разному проходят, иногда просто выводят, потому что они спрашивают про всё просто, про всё, что есть вокруг. Что в этот момент ребёнок делает? Он набирает карты понимания об окружающем мире для того, чтобы жить. Мозгу это необходимо для безопасности. То есть для того, чтобы знать, как здесь выжить, если мы смотрим прям в глубинный рептильный мозг, который в базе многих наших инстинктов, то мне надо понять, как здесь жить, чтобы выжить, чтобы накормить себя, чтобы со мной ничего не случилось. И, соответственно, помимо самых простых вещей, ну что, типа, это собачка, это кошечка, это стол, это стул, нужно изучить, что такое отношения, кто такой мужчина, кто такая женщина, что такое деньги, как их зарабатывать. То есть мы исследуем не только предметы, там то, что это сумка, например, мы исследуем процессы, нам нужно понять, как жить во взаимодействии с людьми. И вы начали записывать, какой мужчина, какая женщина, какие отношения. Так как у вас не было 10 пап и мам и 10 примеров семей, вы воспринимали, как эталонное, то, что вы видели. И записали себе, что, например, если папа был слабым, у вас там записано, внутри он там был инфантильным, ничего не делал, то у вас записано, мужчина слабый, на него нельзя положить. И вы каким-то удивительным образом встречаете мужчину, которому вы не можете довериться. Он, кстати, возможно, совсем не слабый, но вы довериться не можете. У вас внутри состояние такое. Вы воспринимаете, как постоянная такая небезопасность. Вот это очень важно понимать, поэтому вот эти глубинные модели, возвращаясь, теперь уж детально к вопросу, что если вы хотите, чтобы ваш мужчина вас обеспечивал, вам нужно как следует проработать свои модели, связанные с тем, какой мужчина. Вот. И есть все техники, вот как раз мы с Алиной работаем на глубинных уровнях, да, вот с работой именно с перепиской подобных нейронных связей, да, потому что мы мы работаем с детства. Вот. И второй момент, который очень важно здесь сказать, вторая часть вопроса. Ценность себя. Вам нужно проработать ценность себя для того, чтобы вы, чтобы ваш внешний мир начал вам это показывать. то есть ваш мужчина начал вам больше давать денег, дарить подарки и так далее, да. Это аспект ценности. И здесь очень у многих, к сожалению, нарушение, потому что девочка в детстве не получала должное ощущение ценности от мамы, от папы. Они чаще критиковали, может быть, сравнивали с кем-то другим, да, не дай бог. И от этого у девочки возникает ощущение, что она не самая лучшая, не самая ценная. И она потом всю жизнь пытается это доказать себе и получить эту ценность. Но только она не понимает, что ценность, нужно вернуться в детство, сделать пару практик по перенастройке и это исцелиться, потому что ценности не в настоящем моменте не хватает. Хотя вам кажется, что в настоящем от вашего мужчины. Не хватало, на самом деле, сильно в детстве, и после этого модель просто скопирована и повторяется. Если вы исцелите там, вы удивительным образом, есть потрясающие результаты у моих клиентов, когда мужчина, например, 20 лет не дарил подарков. Понимаете, что такое 20 лет? 20 лет жили в браке и не дарил подарков. Это жестко. Это жестко. И он особо там не стремился что-то домой покупать. То есть, как бы такое, знаешь, уже отношение. И это, кстати, это была моя маникюрщица. И я когда говорю, слушай, это можно изменить? Я говорю, Юля, с моим это не работает. 20 лет, Юля, 20 лет, и он не изменится. Я говорю, можешь просто три вещи с тобой сделаем, и все будет. Что вы думаете, он ей подарил за месяц, она загадывала, у нее были определенные техники, как правильно попросить. И он ей подарил золотые часы, которые она хотела. Сначала были золотые сережки, потом золотые часы, и третья что-то забыла, что она попросила, честно, не помню. Но суть в том, что она просто не могла поверить своим глазам. Она говорила, это невозможно, это же как это возможно? Ломался. Да, что произошло вообще? Да, вот в общем-то, вот эта основа, я думаю, что я хорошо ответила. Замечательно. Давай третий, да, так, сейчас четвертый вопрос. Так, это, наверное, к тому же относится. Хочу, чтобы мужчина подарил мне сережки как Алина с бриллиантами. Это можно ему как-то внушить? Будет это его решение? Смотрите, ну, слово внушить мне изначально мне нравится. Это, знаете, вот такой вопрос, если девушка сейчас слушает эфир, то я должна сказать, что вам кажется, что вашу просьбу и ваше желание просто так не услышат. Вам вообще, скорее всего, сложно просить. можно я перебью? Вот про сережки я слышала еще, знаешь, такое, типа, мужчины, знаешь, говорят, а ты, Славя, что подарила, чтобы, ну, а что тогда ты мне подарила, чтобы я тебе дарила? Вообще, как бы, я офигела. Ну, вот, дирик прислали, я думаю, ну, прикольный, прикольный вообще. А я тебе расскажу, что это значит. Все блоки комментаторов, кстати, прикольный комментарий увидела, копил 20 лет. Копил 20 лет, он наконец-то подопил ей браслет, сережки и часы, копил 20 лет. Короче, можно. Очень-очень забавно. Хорошо. Давайте разложу, да, Алина, твой комментарий крутой. Значит, если вашу голову при виде того, как Слава сделала Алине подарок, приходит мысль, а что ты ему сделала до этого, да, то у вас сто процентов стоит убеждение, что вы должны, вам сложно просить вообще и получать подарки от мужчины, потому что вы чувствуете себя постоянно должной. То есть очень часто в механизме женщины есть такая ошибка, да, программная, когда она думает, что она должна все время. Вот. И из-за этого она не может принять дорогостоящий подарок в свою жизнь, просто она не знает, чем отплатиться. А дело в том, что чаще всего именно таких женщин, которые всегда должны, очень большие проблемы с ценностью себя и просто ее присутствие в жизни мужчины, то, что она рядом, то, что она его любит, целует, обнимает, поддерживает, она энергетически рядом там уже, да, вообще она рядом с ним, она родила ему ребенка, да, они счастливы вместе, этого более чем достаточно, чтобы получить постоянно хорошие подарки, да, то есть посмотрите на Алину, просто одна ее улыбка, я не знаю, уже все, уже можно дарить подарки, просто мне можно дарить, да, 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 Алина, так прикольно, мне так рад, что мы с тобой обе улыбаемся, это так здорово, да, мне тоже, слушай, ты улыбаешься, я заряжаюсь, вот, а я тоже на тебя смотрю и так кайфово, но мы сразу почувствовали друг друга на первую очередь, энергия, энергия слилась, да, 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 мы почувствовали стыковку какую-то такую, однозначно, у нас была очень забавная первая встреча, мы прямо это, прямо-прямо так это было круто, короче, а, и продолжая, да, на тему, какой там был комментарий, я хотела прокомментировать, значит, у тебя было вот то, что должна, так, хочу, чтобы мужчина мне дарил сережки как Алини с бриллиантами, как, как-то можно внушить ему это, или это должно быть... Внушить, вспомнила, слово внушить мне сильно понравилось, если употребляется такое слово, очевидно, что у этого человека есть установка, что просто так мои желания не важны, и очень у многих из вас есть такая установка, мои желания не важны, для женщины нужно ей вложить такое состояние внутрь, что просто мое желание, просто мое состояние, мужчина хочет на него откликаться, он хочет мне сделать приятное, но здесь очень много нарушений, понимаете, мы думаем, что мужчина только сконцентрирован на себе, ему там важна работа, да, ему еще что-то, да, и мы, получается, думаем, что мы в спектре, не так важны в спектре этой ценности, но это лишь программы в вашей голове, потому что есть женщины, которым дарят бриллианты, «Кортье», «Порше», «Ламборджини», «Бентли», но почему у одних такая история, а у других другая история, почему вам там бы колечко бы подарило, из «Санлайта» уже было бы, вообще бы неплохо, да, и вообще было бы счастье уже, на самом деле, ну ничего, он зарабатывает не так, как тот там «Порше», миллиарды, да, но ваш зарабатывает 100 тысяч, ну и что? Ну вы такого выбрали, и вам и хочется это колечко, и кольцо из «Санлайта», это неплохо, это хорошо, ну не надо мерить, что если вот здесь вот кому-то, там вот «Бентли», да, а мне из «Санлайта», значит мой мужчина хуже, да нет, вы понятия не имеете, какая там подоплёка, может быть ваш намного теплее, может быть он в сексе классный, да, может быть ещё в чём-то, не мерьте деньгами отношения, тем более, что можно создать в отношениях такое состояние, чтобы мужчина начал больше зарабатывать, и это правда во многом связано с тем, как женщина может себя проявлять, вот, но это сейчас, я не буду в это углубляться, поэтому мы, не надо ничего никому внушать, это точно, то есть внушение, это какое-то, знаете, ну как манипулятивное у меня, вот как с какой-то манипуляцией, честно, ассоциируется, я за то, чтобы проработать внутри себя какую-то настройку, которая вам мешала принять эту ценность, принять эти часы, принять эти серёжки в свою жизнь, вот, поэтому это всё переписывается, я вам даю гарантии просто на 100%, что эти установки можно переписать, вы просто не представляете, что я переписывала себя, что переписывали мои клиенты, это, ну, я была ревнивая крайне, вот у меня там была страшная история мамы-папы, и такая прям она многослойная, сложная, и я ревновала так, что это просто привет, я не могла видеть, как мой мужчина даже общается при мне с другой женщиной, то есть меня от этого просто развязывается, была вот эта реальность, была 6 лет назад со мной, и я иногда думаю, почему я вот так усиленно искала эти методы, я же 16 лет уже практикую как психолог, и реально я только, сейчас скажу, сколько лет назад, я реально начала, где-то 5,5 лет назад, я наконец-то нашла практики, которые работают, потому что, ну, я очень много что перепробовала, вообще не было результата, и меня так это удручало, потому что у меня такой характер, я люблю результат, я люблю кайфовать, я люблю получать удовольствие, и когда я видела, что мне мешают какие-то программы это сделать, мне так хотелось их удалить, я же понимала, что это такое, но способа не могла найти, понимаешь, вот, поэтому, наконец-то нашла, и, в общем-то, это 100% работает, и 100%, ну, вы видите, уже пошли процессы, да, и я рада, что сейчас моя жизнь совсем другая, и вот эти настройки вы реально их можете поменять, просто нужно знать способы, да, это, а это есть, все хорошо. Следующий вопрос. Так, интересный вопрос, смотри, я уже зарабатываю, есть ли какая-то практика, чтобы проверить, есть ли у меня финансовый потолок? Есть, да, классный, давай спостим, она не такая короткая, можем пост с тобой на эту тему сделать, классный, правда? Ну, давай, давай, значит, следующий. Делаем. Так, кредиты и ипотека, хорошо это или плохо, как быстро закрыть кредит, можно ли брать ипотеку? Вы к гадалке, что ли, пришли? Я почувствовала себя просто... Вы столько быстро ипотеку. Кто там у Нео был, эта женщина, которая... Там Светлана, я не помню, как ее... Как ее... Значит, был Морфеус, и была... Сейчас подписчики, что-то подскажут, сто процентов. Как же ее звали? Ну, подскажите, Анна. Вот, в общем, короче, почувствовала после этого вопроса просто себя вот такой гадалкой, которая там... Можно ли брать ипотеку? А как отдать быстрее кредит? Ну, давай, про кредиты отвечу, про ипотеку просто смешно было, а про кредиты отвечу. Значит, смотрите, Пифи, вот, отлично, спасибо вам большое. Вот, Пифи почувствовала себя. Вот, значит, какая... На самом деле, я больше похожа на Тринити. Если честно, по внутреннему состоянию, я про Тринити, а про... Вопрос на Пифи. Вы думаете, что Пифи? Так вот, почему, откуда берутся кредиты и долги? Это мега важно. На самом деле, крутые-то вопросы, Алина, ты просто топчик подобрал. Честно. Ты просто гений, гений вопросов. Вот. Значит, ну, точнее, это просто твой труд огромный, да? Я представляю, сколько там вопросов прислали, и как ты это перебирала, зная тебя, зная твою обоснованность, доскональность. Просто спасибо тебе, я хочу, чтобы все, вот сейчас 23, почти с половиной тысячи людей, вот мысленно сейчас послали тебе благодарность за эти вопросы. Мне, конечно, за ответы на эти вопросы мне тоже будет приятно. Но Алина проделала огромный труд. Я вот как психолог просто понимаю, что она выбрала топовые вопросы, которые чаще всего задаются, и я знаю, как она перелопачивает все ваши сообщения. Просто вот мы на эту тему с ней разговаривали, поэтому. Вот. Так что, Алина, спасибо тебе, спасибо мне. Спасибо тебе за ответы, да, конечно. Да, и спасибо вам, дорогие. задали вопросы, и слушайте. Развиваться, да, и задаете вопросы, и слушайте на них ответы, что немаловажно. Так, так вот, да, откуда берутся кредиты и долги? Все на самом деле очень просто. Одна из ключевых причин, это, вот смотрите, слово должен, да, то есть, по сути, если вы, у вас кредит или долг, это слово должен. Это сразу ответ. Когда вы в детстве чувствовали, что вы должны, вы могли быть должны стать лучше, должны были оправдать, возложенные на вас в одежде родителей. Возможно, вы все время были какой-то не такой или каким-то не таким, и вы должны были все время измениться, сделать как-то по-другому, не так, как вы делали. То есть, по мнению ваших родителей, вы могли делать все время неправильно, все время не так, все время не то. И вы ощущали постоянное состояние, что вы должны чего-то, миру, родителям. И вот это должны, вы проецируете сейчас на свое настоящее, на свою реальность. И вы раньше были должны родителям, а теперь должны банку. А также у любого кредита, вот недавно как раз с мальчиком работал, он мне прям пришел с этим же вопросом, у него просто мега потребность была, а это как бы мой знакомый, и я с ним вообще просто от души проработала эту тему. И всегда у того, что вы должны, есть вторичная выгода. Вот у него, а скажите, какая была вторичная выгода у него? Алин, как думаешь? Ну, я думаю, интересно. Конечно. Мы выяснили, что вторичная выгода быть должным, чтобы он действовал. То есть, он в долгах и кредитах, чтобы вообще работать. У него было ощущение, что если ему не дать пинка под зад, то он вообще ничего делать не будет. Ему так мама постоянно говорила. То есть он бездействовал. И мама ему это просто прям внушала, внушала, внушала. И вот он вот в этом долженствовании постоянно находился. То есть мама была вот этим пинком, которому нужно было дать ему, чтобы он хоть что-то сделал. И у него записалась программа. Я просто так ничего делать не буду. Мне нужно вот дойти до пика, когда мне либо тут скажут, либо я буду сильно должен. И он... И еще что интересное момент у него. Я у него спрашиваю, ну, услышала эту вторичную выгоду, поняли. Вот. Но не у всех такая будет вторичная выгода. У всех могут быть разные. Да, это его пример. Это определяется через специальный вопрос, да, как вот эту вторичную выгоду узнать. И я просто знаю от механизма, что когда вот такие есть вторичные выгоды, это, скорее всего, человек делает еще в последний момент. То есть он дотягивает до крайнего момента, чтобы начать делать. Почему? Потому что тогда он должен времени. Он... Тогда время является пинком, который его заставит сделать быстро. Вы представляете? Вот, кстати, мы дня три назад проработали эту тему, и он мне уже вчера сказал, что к нему пришли новые заказы. Ну и посмотрим, что будет. Я вообще подумала, может его качнуть немножечко, пару консультаций, будет такой классный. Он еще такой эмоциональный, такой открытый. Я люблю очень честных, открытых людей. И он такой восприимчивый. Он очень интересуется психологией. Много чего пробовал уже, несмотря на свои там, по-моему, 23 года, или 24, я не помню точно. Вот, и уже как это. Так что вот такой ответ на тему должен. Вот, если я вижу отклики пошли у людей. Да, некоторых мне прям хочется ткнуть и заблокировать, заблокировать. Я вообще вредная. Не люблю, когда они пишут, не люблю, когда какой-то каку свою приносят и выкладывают, и чтобы все тут нюхали. То есть, как бы, ладно, как бы, знаешь, есть скептики. Окей, там, ни во что не верю. Мне надо просто 24 часа работать, тогда у меня будут деньги, как бы, чем больше работаю, тем больше денег. Короче, я к тому, что хватит писать каки. Я всех заблокирую, всех запомню, и после эфира все... Моя хорошая. Да. Моя хорошая, ты просто так, на самом деле, любишь то, что ты делаешь, и я знаю, как ты в это вкладываешься, и тебе, конечно, очень вот это слышать может быть дискомфортно. Да нет, просто, знаешь, я считаю, что взрослые люди, уважение, уважение должно быть. Вы пришли, ай, что тут, ой, что тут за болтомня? Ой, давай быстрее, по делу, как мне, как мне быстро 200 тысяч, 300 заработать? Ну-ка, ну-ка. Волшебная таблица. Просто, просто, я ослепла от вопросов. Люди, вы что, ты маха? Пришли на эфир, я такая, щелчок пальцем, знаешь, да. Да, в кошелечке 300 тысяч, все, окей, в следующий раз придем, будет больше. Это вот, видимо, так, да? Кто там в воду заговорит? Я не успеваю блочить, надо, я не знаю, мне тут нужен был помощник, столько людей всех-всех-всех заблокировать. Короче говоря, людям нужно работать с сознанием. Это просто так не бывает. Не так тебе сильно захотелось обнять, вот, ну, прям, сильно обнять. Так, давай вопрос, а то сейчас опять скажут, что болтовни много. Так, смотри, как уйти с нелюбимой работы и начать зарабатывать на любимом деле? Первое, что нужно, это убрать блок, что любимым делом денег не заработаешь. У многих. Очень у многих творческие люди заковывают себя работой, которую они не любят, потому что когда-то сказали, что, слушай, этим денег не заработаешь. Это блокировка 100%. Я вам хочу сказать, что это в том числе отчасти моя история, но я шагнула в риск, я тогда еще не знала, как прорабатывать блокирующие установки, видимо, поэтому мое становление шло дольше. Я очень, я всегда интересовалась психологией, то есть, ну, вы представьте, сколько лет я уже этим занимаюсь. И когда я закончила институт и училась в аспирантуре, папа, у меня было желание работать в Газпроме, я думаю, о, это просто там супер кайф, да, работать в Газпроме. И каким-то образом, ну, папа, он в дочерней компании в Газпроме работал, и начал какой-то день он мне звонит, дать Юль, все отлично, мы тебя берем в отдел снабжения, в Газпром. Я такая, да, правда, кайф. И, короче, такая, ну, супер, папа, думаю, спасибо. Я уже тогда начинала, ну, естественно, работать с психологом, у меня уже были клиенты, но зарабатывала я крайне мало, то есть, у меня там было сначала 500 рублей за час, я брала, потом полторы тысячи, вот, и я, значит, поговорила с папой, он говорит, ну, все, завтра едем, а, это были выходные, в понедельник едем на собеседование. Ну, типа, говорит, тебя возьмут, ты там точно всем понравишься. Я такая, ну, спасибо. И, короче, сижу, такая села, знаешь, и думаю, отдел снабжения, а что я там буду делать, вот, что я люблю? А у меня, как бы, у меня такой, знаете, внутренний всегда был настрой, он был, вот, реально, там, мои друзья говорят, кто с детства меня знает, и все время там всех помирить, помочь, да, подсказать, то есть, у меня вот этот вот мой сильный... Я села и думала, а как я буду вот приносить благо, а вот все мои знания, которые я собрала за это время, что, ну, для чего это вообще все? А еще папа специальную фразу сказал, а я только тогда переехала отдельно жить, стала в квартире, у меня был очень красивый вид, и я просто пошла ва-банк, я все деньги, которые у меня были, отдала за эту квартиру. И, значит, ну, естественно, папа и отреагировала, чтобы он знал, что у меня осталось там вообще просто чуть-чуть денег, чтобы я все, просто на квартиру мечты, отправила в аренду, причем не в покупку, а в аренду. И, видимо, он решил мне помочь. И я сижу, смотрю на этот вид и думаю, а он мне такой говорит, я буду с тобой в 6 утра заезжать, и, ну, в часов 9 будем вместе возвращаться, пока пробки, пока... И я сижу и думаю, а когда я буду смотреть на мой красивый вид? И почему я снимала эту квартиру, если я даже... А там я была как в кабинет у психолога, да, то есть я думала, вот, с таким видом люди будут приходить, кайфовать. Поэтому в тот момент я просто на риски решила это сделать, да, просто пошла ва-банк, но далеко не все могут это сделать, потому что страхи бывают очень сильные, и это просто надо проработать, убрать убеждение, вот это, что нужно, вот нужно на стабильной работе, вот только здесь ты можешь нормально зарабатывать. люди, которые в какой-то момент выбрали то, что они любят, они гораздо счастливее и больше зарабатывают. И знаете, что мне... Да, и он мне... Мой папа года два, наверное, назад сказал, а он мне тогда говорил, что, Юль, твоя психология, это как бы это... Ну, относительная история. Вот, да, когда я отказалась, я же позвонила на сегодня и говорю, пап, я тебя очень люблю, спасибо тебе большое, но я не могу. Я чувствую, что я не могу. Вот я хочу заниматься тем, что я люблю. И он, конечно, не понял, он мне как раз так сказал, Юль, ну ты глупая вообще, как бы тебе надо еще вырасти явно, ты хоть и в аспирантуре, но ума типа не так много. Вот, но пару лет он мне сказал, что, говорит, если бы я знал, что у тебя так все будет, то я бы даже... Я горжусь тобой, что ты выбрала то, во что веришь и то, что любишь. Вот, и в любом случае, там, когда вы выбираете то, что вы любите, вы живете в счастье, понимаете? То есть не потому, что кто-то какой-то вам сказал что-то делать, и вы должны заработать деньги, потому что вы делаете и любите это. А блоки можно почистить, вот то, что вам мешает, это убирается. Огонь. Так. Следующий, следующий. «Как быть, если нет талантов, а зарабатывать и найти себя очень хочется?» В общем, типа, знаешь, в серии, а что мне делать? Я не знаю, хочу денег, но не знаю, чем заниматься. Надо... Есть специальные вопросы на поиск предназначения. Тоже можем с тобой постик на эту тему сделать. Они очень простые, но когда человек начинает на них отвечать, мозг ставит в какую-то странную позицию. Вот. Поэтому... То есть по вопросам можно понять... О, точно! Я же могу делать, я не знаю, кукол вязать, да, из этой серии? Можно и на куклах, и на шапках заработать. Вообще можно на чём угодно заработать. Да, особенно сейчас, когда такие возможности даёт интернет. Интернет, интернет однозначно. Инстаграм, да, то есть это огромная платформа, и здесь те люди, которые действительно талантливые, я знаю многих людей, кто работали, например, на телеке даже, да, и потом они ушли, их там не признавали, они работали за какие-то 100 тысяч, там 150, и не давали реализовывать своё творчество, они в какой-то момент решили сделать этот сложный шаг, идти с телека, телека с престижной работой, да, то есть первый канал, НТВ, и сейчас они зарабатывают миллионы, а там было 100 тысяч, они просто свой талант начали реализовывать. На самом деле очень важно делать, да, то есть и делать, вот должна быть гармония, вот я бы хотела, чтобы сейчас наши слушатели с тобой услышали эту гармонию, то есть очень важно аспект один проработать свои внутренние состояния, потому что они закладывают огромное значение в то, какой вы результат получите от своих действий. Но если вы пока что ну не можете проработать, не знаете, куда пойти, что делать, да, то хотя бы начните там практики по энергии, да, и по созданию новой формы для вашей энергии, по уверенности в себе, которую я вам дала, и начните двигаться и делать каждый день хотя бы один шаг к цели, которую вы хотите, да, допустим, вы работаете еще по найму, но реально мечтаете вязать шапочки, ну вот. После работы вечером приходи, да, тихонечко вяжи, фоткай, выставляй в интернет и начинай продавать одну-две шапочки, да. Сделайте хотя бы шаг, зарегистрируйтесь, да, однозначно фоткать, помогите там, как-то вникните, узнайте, что делать, сейчас куча информации бесплатно. Возможности миллион. Вот. Так, следующий, нам главное знать, что без пяти надо начать сохраняться, потому что если мы не сохранимся, сферпо-шаном. А сферпо-шаном, капец, я просто не сохранилась, и вообще было так жалко. Без пяти, вот сейчас пять минут, значит, последний, наверное, вопрос. Почему кому-то деньги приходят легко, а кому-то приходится работать круглосуточно? Ну, знаешь, я здесь опять напомню про то, что я уже рассказывала, да, то, что если вы видели модель, что ваши родители работали сутками, чтобы заработать деньги, потом еще ссорились из-за того, что денег мало, у вас стоит блокирующее убеждение, блокирующая программа в вашей голове, вы просто ее восприняли, что деньги приходят с трудом, деньги это сложно, деньги это трудно, и это просто надо убрать, то есть это на самом деле убеждение, оно, я не знаю, топовое, оно у 90% людей, и я его неоднократно чистила, ну, то есть это просто и у себя чистила, и другим, то есть вы должны понять, что вы, ваш мозг, супер запрограммированная история, то есть на самом деле все ваши привычки, то, как вы ходите, то, как вы говорите, это записанные модели внутри вас, ваш мозг работает с огромной скоростью, если вот, например, сейчас я вам скажу слово собака, представьте собаку, вы за долю секунды, каждый свою представил, кто-то Далматинца, кто-то Добермана, кто-то еще, но вы за одну секунду увидели собаку, как ваш мозг делает это, вам кажется, это нормой, вы же знаете, что такое собака, давайте представим, что вы также когда-то узнали, что деньги приходят с трудом, и в вашей системе происходит мгновенная активация нейронной сети, связанной с заработком денег, то есть так же, как мы мгновенно собаку представили, так же вы мгновенно проецируете на все остальные процессы ваши убеждения, которые были заложены, так же, как понимание, что собака – это собака, и происходит это за долю секунды. Вспомните момент, когда вы могли идти по улице и почувствовать какой-то запах, и давайте даже далеко ходить не будем, например, у вас были отношения, у вашего мужчины были духи, какие-то его любимые, которые он часто душился, вы будете идти по улице, у кого-то почувствуете этот запах, и у вас мгновенно за долю секунды воспоминания об этом человеке, вот это пример нейронной сети, когда импульс идет, и за долю секунды происходит соединение, то есть у вас сразу происходит активация, этот запах – это его запах. Вот это такой же пример, у нас есть разные коды, есть аудиальные, визуальные, кинестетические коды, есть смысловые коды, то есть когда мы смыслы вкладываем, и если вы научитесь настраивать свой мозг и работать в своей системе, вы решите большую часть своих вопросов в жизни вообще. Это благо, что сейчас такое время, когда информация открыта, потому что еще 20 лет назад такие вещи были в секретных лабораториях проводились, это было закрыто от людей, потому что это освобождает человека. Вот. все возможно изменить, потому что я думаю, я 5 лет назад тоже думала о том, что много заработать денег можно, если я буду бесконечно трудиться просто с утра до ночи, чем больше я буду трудиться, как бы вообще не вылезая, не поднимая головы, а если я чуть-чуть ослаблю, значит, меньше на час поработаю, это когда еще до блогерства, все, где-то я упустила, все, денежка не пришла, и это, вот, знаешь, в голове это все менялось, и сейчас у меня совершенно абсолютно другие мысли, ну, и, соответственно, другие заработки. Вот. Что я хочу сказать? Так что все из головы, да? Да, Алин, я очень рада, что у тебя пошел уже такой процесс, да, я очень рада, я вижу отзывы, да, спасибо, что ты меня пригласила на эфир. Это было круто. Приятно. Девочка, мы все говорят, что мы очень похожи. Я тоже сейчас читаю, слушай, да, говорят, похожи. Ну, знаешь, со стороны видней, да? Ну, да, пишут, Алина, расслабься в напряжении, таком, нет, я не в напряжении, у меня перед эфиром сел голос, и я вообще заболела каким-то кашлем, и я просто думала, как бы мне, знаешь, на эфире не быть старой собакой и не укашляться, только не испортить все, поэтому в напряжении, я сижу со своим термосом, слава богу, все, что я не обкашляла, ваш эфир? Я реально у меня просто, я такая думала, я просто представляла, знаешь, как я тут кашляла до, вообще до восьми вечера, так что все, слава богу, ничего не сорвала, я позову Славу, наверное, чтобы он пришел, и технически мне тут все помог сохранить, потому что я не знаю, как это делать. Ты моя милая. Я даже стиральную машину не включаю дома, это все делает Слава, поэтому пусть он сохранит эфирчик. Ты с всеми же попрощалась? Я еще не попрощалась. А, надо попрощаться, а потом сохранить, да? Я была очень рада со всеми познакомиться. Вот, классно, я рада вашим инсайдам, вижу, что многие писали, что поняли там какие-то причины у себя уже исходя из того, что это очень ценно, мы этот час провели точно не зря, и я очень люблю, когда мы действительно эффективно проводим время, и я его с эффектом провела для того, чтобы у вас были какие-то уже результаты. Сдвиги, кто не слышал сначала, посмотрите первые практики, там в начале, я говорила, два классных способа, кто присоединился позже, послушайте обязательно, я думаю, вам будет полезно. Вот, ну и вообще, люблю, когда полезно. Вот, и сама. Спасибо тебе большое, было круто, спасибо всем, кто пришел, ну, короче, огонь. Мне все понравилось, я надеюсь, что вам тоже все понравилось, Юле все понравилось, так что, я думаю, что мы уйдем на этой позитивной нотке. Супер кайф. Пока-пока. Пока, счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok.